Вопрос первый к сценаристу. Расскажите, как замысел этот реализовывался, как долго он лежал или дорабатывался в сценарии, как быстро был найден режиссер? Ну, режиссера мы не искали. Режиссера мы не искали, так как он писался уже под режиссера, потому что режиссер — это мой родный брат. Идея зародилась быстро. Ну, сценарий вообще написался очень быстро, буквально за месяц. Основан на личном опыте, поэтому было его писать очень легко. То есть личные впечатления, личные размышления. Да, Дима, вижу, сейчас тебе принесут микрофон. Ты вопрос хотел задать, да? Да, сейчас тебе принесут микрофон. Явно, конечно, личные размышления о современной мужественности, о балансе и необходимости сохранять какой-то баланс, и с крайности в крайность не кидаться. Потому что мне показалось ключевой идеей фильма. Вот скажите, насколько это отвечает, как будто и задача, которую ставили, потому что трактовок, как всегда, у каждого фильма множество. Трагедия невозможности баланса и коммуникации. Потому что в этой семье, которую вы показали, либо мужчина принимает решение и говорит, все, собирайся, едем на дачу. Либо женщина принимает решение и говорит, так, собирайся, едем домой. А чтобы они сели, поговорили, слушай, может, на дачу поедем? Или домой, ты как вообще себя чувствуешь? То есть у них нет диалога, всегда кто-то один принимает решение. И вот это поведение главного героя, он либо брутальный мужик, либо он какой-то мягкий, нежный, но не способный постоять за свою семью, за свою женщину. То есть какие-то тоже излишние крайности. То есть невозможности найти баланса, невозможности найти диалога. Насколько вы закладывали эти идеи, в том числе семейных отношений? Я закладывал, наверное, такую самую главную идею в том, что проблема этой пары в том, что они не умеют разговаривать. Ни муж, ни жена. То есть если бы они поговорили и обсудили бы эту ситуацию, то ничего бы этого не было. Один замалчивает, вторая замалчивает, оба обиделись. И тот даже единственный диалог, который у них был между собой, ну это не диалог был. То есть они говорили каких-то там обид и все. И в итоге вот такая ситуация получилась. Действительно тот смысл, который я считал, он так и есть. Даня, у тебя какой-то вопрос есть, да? Вопросов масса, но сведем их к минимуму. Скажите, ну, во-первых, а вы в данной ситуации, ведь это же на реальном опыте основано, чем у вас закончилось? Это один вопрос. И второй вопрос. Мне показалось, что там много финалов как бы у фильма. Сначала кажется, вот он на этой точке закончится. Потом все-таки там продолжение. Потом вроде бы, значит, это неудачное нападение. Потом он обвиняет во всем жену. Там это еще третий финал. Потом он выходит там в город с ребятами, там что-то на них нападает с пистолетом. И, наконец, с этим камнем, ну, история. Ну, то есть вот эта многофинальность, на мой взгляд, она мешает, ну, высказать. Ну, все-таки автор какой-то приговор высказывает, там выносит моральное осуждение. Тем более, что ситуация требует такого морального, как бы, оценки. Вот. Ну, вот. Не кажется ли вам, что вот эта многофинальность, она так... Усложняет восприятие? Нет, не усложняет восприятие, а... Чрезмерно? Зритель должен... Главный герой поступил не по-мужски. Зритель должен, ну, как бы, составить о нем суждение. Или, там, автор должен дать оценку этому. Что делать в данной ситуации? Вот я об этом говорю. То есть человек мог растеряться в первый раз, но потом он должен был... Ну, вот как мальчик в фильме «Император». Он должен был... А в чем вопрос-то, Дим? Я хотел спросить, ну, вот, согласен ли Денис со мной, что вот эта многофинальность, она, ну... А, то есть согласен ли сценарий с воплощением режиссера? И было ли так в сценарии? Давайте так я это переведу. Зачем? В чем смысл тогда этой многофинальности? Ведь надо дать оценку... Или изначально такая многофинальность была уже в сценарии, здесь вы с режиссером и братом, и не думаешь. И, соответственно, а что у вас в жизни там? Как вы помнили? В нереальный случай, да, и чем запомнили? Я вопрос, я помню. Ну, в реальной жизни случай был, ну, не таким, естественно. То есть никто мою жену не бил. Ну, была тоже такая ситуация неприятная. Да, не случайно. Ну, я попереживал, конечно, ну, долго попереживал. Ну, и я тоже не поговорил на эту тему со своей женой, и мы с ней обсудили только тогда, когда я написал сценарий. И она мне сказала, что никто ничего не подумал там что-то про тебя, что ты как-то поступил ко мне по-мужски, что это все твои, ну, как говорится, там, загоны, и ничего этого не было. Такая психолога словами через рот надо проговаривать, очень помогает жить. А если бы я вообще, в принципе, как бы эту ситуацию пообсудил бы сразу, то и не было бы вот этих там всех моих, как бы, заморочек. Ну, бы не было такого прекрасного мужа. Да, так что, наверное, все правильно, что я сделал. И так, на второй вопрос. Что там много финалов, да. Ну, на данный момент сейчас там их два. Про многофинальность, ну, как бы, я не совсем согласен про ситуацию на улице, там, ну, то, что с ним было. С финалами мы тоже думали с режиссером. То есть изначально сценарий был написан вот именно с таким финалом, как сейчас. Потом мы оставили один, потом мы оставили другой, и в итоге вернулись к первоначальному варианту. Но в сценарии было понятно, какой из этих вариантов, ну, как бы, настоящий. А режиссер на монтаже, ну, как бы, сделал вот эту вот склейку, черный экран. И получилось, что как будто бы мы даем возможность зрителю выбрать, какой из этих двух финалов настоящий. Ну, вот как-то так получилось. То есть, а второй финал, один финал с камнем, а второй альтернативой… Что он пробегает мимо. А. Ну, это самое, вот, на мой взгляд, ну, так, если заострять тему, ну, вот, человек там, значит, поступил не так, как надо бы с точки зрения, там, кодекса, там, чести, допустим. Вот. И он, ну, эту ошибку он должен исправить. Или режиссер, автор фильма должен осудить его за то, что он не исправил эту ошибку. Вот к этому должно все свестись. Вот, как я говорю… Дима, мне кажется, ты очень точно захватил суть фильма и постановки проблемы. Кто кому что должен. И кто определяет, кто что должен. Режиссер должен, сценарист должен, мужик должен, женщина должна, муж должен. Кто это определяет? Потому что по каким моралям, понимаешь? Ну, вот, это главный вопрос. Почему? Есть неписанные моральные правила, кодекс чести неписан. Какой кодекс чести? Пиратов? Нет, кодекс чести мужчины. Фильм-то называется по-мужски. Ну, где этот кодекс чести? У нас есть, допустим, священное писание, понимаешь? Вот, пожалуйста, если ты христианин, ты по нему живешь, допустим, да? Но там то, что когда тебя ударят по одной щеке, поставь другую. Или когда глаз за глаз, там тоже надо понимать контекст. Что когда это око за око, ты не знаешь, что ты, если тебя ударят, тоже должен ударить. А то, что если тебе глаз выколи, не надо человека убивать. Надо у него только глаз выколоть. То есть соизмеримость. То есть тут тактовки всякие возможны. Поэтому вот как раз фильм и ставит эти вопросы. И этим он интересен, как мне кажется. Главная проблема этого героя, на мой взгляд, в том, что он не может принять себя таким, какой он есть. И этот фильм про принятие эти два финала. То есть в одном он себя принимает и пробегает мимо, а во втором не принимает. Присходит этот взрыв. И в конце, ну как я это видел и чувствовал, он убивает не самого персонажа этого, Артура. Он убивает свою трусость, он убивает свою нерешительность. Он убивает то, что он не может с собой как-то договориться. Ну как-то так я это чувствовал. Ну правильно, он делает усилия над собой. Это всем такой вопрос тоже усилия. С одной стороны, мы все в протяжении своей жизни самосовершенствуемся, развиваемся. Мы хотим быть лучшей версией себя. Но в то же время не ломать себя, не быть тем, кем ты не являешься. И вот этот выбор, он тоже, например, у вашего героя стоит. И вы тоже над тем пытаетесь порассуждать. Как, Алёна, это самое, если ты чувствуешь, что ты там трус, жадина, предатель, что принимать себя таким, какой ты есть, и не пытаться исправиться, ну что это такое? Ну главное, чтобы ты понимал, что ты предатель. Нет, ну как с этим жить-то? Вот обращаясь к Евангелию, Иуда же повесился, когда он понял, что он предатель. Вот такие непростые вопросы возникают благодаря вашему фильму. У меня вот совсем, к продюсеру, к Михаилу вопрос. Скажите, а какие сейчас прокатные у вас планы? Потому что фестивальная судьба фильма практически уже состоялась. Да, у вас уже начинают накапливаться призы, я думаю, те, которые получили, далеко не последние. И вы участвуете в фестивале здесь в конкурсе «Выборский счет» и «Фильское голосование». И мы понимаем, что у зрителей точно вызывает вопросы и интересы вашей картины, и откликается. Поэтому что с прокатными планами? Вы планируете выпускать на платформах? Когда может быть прокат кинотеатральный? Есть ли договоренности, даты конкретные? Ну, мы дистрибьюторы сейчас выбрали ЦПШ. У нас премьера будет 10 ноября. Ну, и дальше, соответственно, весь план уже по платформам и так далее. На платформах фильм будет, скорее всего, в двух вариантах. Тоже там с запикиванием и без. Ну, и почему-то нам кажется, что этот фильм надо смотреть без запикивания. Ну, прям обязательно. Вот мы в предыдущий раз на предыдущем фестивале смотрели нормальную версию, полную получается. А здесь у нас была такая запиканная. И мы вот сравнивали, как зал реагирует на этот фильм, на какие-то там сценарные моменты, сюжетные завязки. И совершенно по-разному. Но в другом зале смеялись и реагировали вообще на другие моменты. В этот раз вообще на другие. Ну, есть парочка общих, но все по-разному. Мы думаем, что вот именно при выходе на платформы как раз версия с матом будет самой лучшей и самой правдивой, которую стоит посмотреть. Вот. Ну, по фестивалям пока каких-то особых... Какие еще фестивали ожидаются, где еще показаны? Вот мы сейчас едем еще на МКФ, одну шестую, на Екатеринбург. Который прям после нас, да? И Меридиан, по-моему, да? Меридиан, Тихо, Владивосток. Князев Андреевич, Российская газета «Мир новостей». Все-таки какая аудитория этой картины, насколько она широка? Да, только ли это мужчины среднего возраста, только ли это такие мужчины, уверенные в себе и женщины, которые их любят? Или это более широкая аудитория, которая примет, на ваш взгляд, этот фильм полностью? То, что фестивальная судьба, я не сомневаюсь, я понимаю, это... А вот прокатчик, вот видно по вам, что не очень уверенно вы говорите немножечко. Все-таки прокатчик в фильм пройдет, на ваш взгляд, хорошо или так себе? Мы, когда первый раз выпустили фильм, мы делали парочку пробных показов, приглашали каких-то там друзей. Фокус-группы, да. В студию, условно, да. И мы показали фильм, сделали два-три показа, и приходит Netflix. Ну, еще тогда было. Говорят, давайте мы вас заберем вообще Netflix Original, вам просто нужно какую-то международную награду получить. Мы такие, окей, там случается... А, еще там до этого к нам Sony пришли, Sony Pictures, нас забрали, говорят, мы готовы этот фильм прям прокатывать, дали вам самые лучшие условия. Мы такие, окей, начинается то, что начинается, и мы остаемся ни с чем, условно. И нас подхватили ЦПШ, собственно, и мы пошли дальше. На самом деле мы в прокат очень сильно верим, и это наш, наверное, даже такой основной челлендж, потому что есть ощущение, что после фильма есть о чем поговорить. Это очень важный фактор в прокате, и мы хотим сделать... Ну, мы думаем, что будет так, что люди будут приходить и советовать людям сходить, потому что после фильма будет о чем поговорить. Поэтому, ну, про неуверенность здесь, наверное, неправильно было. А вот сейчас про аудиторию здесь. Сначала мы думали, что аудитория нашего фильма, ну, это где-то там приблизительно от 18 до 40, да? Ну, и в основном она будет мужская. Но когда мы стали его показывать людям, мы увидели, что женщины на него реагируют лучше, чем больше. И особенно в Нижнем Новгороде, когда мы показали фильм, и в зале было очень много женщин, ну, как бы 50+, взрослых. И когда после показа они облепили режиссера, это было, конечно, интересно. То есть женская аудитория, он заходит очень хорошо, и возраст, ну, теперь как бы у нас даже выше. И 60, и 60+, и я лично разговаривал с женщиной с 75, и, ну, как бы он заходит. То есть женщины, нереализованными, оказавшись со своими мужьями, друзьями, решили вот реализовать себя, посмотрев фильм? Или подумать, какие ошибки? Нет, они просто вопросы, которые ставятся в фильме, и женщина тоже решает, за каких мужчин мы хотим видеть рядом с собой? Ну, как матери, как жены, как бабушки, где вот эта грань между тем, что он меня защитит, и тем, что он пойдет и кого-то убьет и сядет? Да, то есть, ну, вот, это тоже, понимаете, вот такие вопросы, что это, они же нас защищают, да все же все беды из-за женщин. Это что, из-за нас, и как мы им скажем, так они и сделают. Ну, в кино вообще по определению больше поведение. А можно еще вопрос вам задам и Денису, и Михаилу? Здесь ставится вопрос, Владимир Кременен, только по поводу каких мужчин вы хотите видеть, да, рядом с собой, но каких женщин мы хотим видеть. Вот, это тоже. И, конечно же, провокационных и так далее. В человеке заложен, мне кажется, очень чистые и правильные вещи. Он видит несправедливость, в которую он не может вступиться, и за это он потом страдает. Этот пьяный человек превращается в некий такой образ, который давит на вот этого героя, да, до такой степени, что доводит его вот до этого финала. Когда вы говорите, что там хоть несколько финалов, финал он один, вот такой. Если на такого героя вот так будет происходить давление, он такой и должен быть, понимаете, другого не дано. Либо ему тогда исчезать из этой жизни, со своей философией, либо вот так. А как иначе? А провокации, что мы не знаем, какие женщины, да, у нас. Давайте дадим Цвете возможность задать вопрос. Секундочку, там просто про женщин тоже такой момент был. Женщины подходили, спрашивали, я такая, что мне делать? Совершенно верно. Либо мы тогда соединяемся и с тобой разговариваем на эти темы и пытаемся все-таки быть вместе. Либо тогда мы уходим, потому что мне боль. И тебе тоже боль, потому что ты не понимаешь, почему мужик такой, мне по морде дали, а ты не вступаешься. Ну что это? Это же, ну как, по жизни неправильно, да? Ну неправильно. А разве правильно, когда он понимает, что она провокаторша, да? Правильно долбануть и тут же убить этого человека? Да, убивать не надо. Давайте дадим возможность. Убивать не надо. Давайте Свете дадим возможность хотя бы реплику подать. Пожалуйста, вот вы говорили, что ваш брат был без вариантов, под него писался сценарий. А Лапенко в данном случае был тоже таким же вариантом, без каких-то, или какой-то поиск был? К нему вопросов много. А сценарий, когда я написал, и когда писал, ну как бы актера не было никакого в голове. Но буквально сразу, как он написался, мы стали перебирать, ну как бы варианты, кто мог бы сыграть. Ну и вот появился Антон. Ну и мы как-то его приняли. Потому что, ну мы знакомы, во-первых, с ним очень хорошо, ну и Максим его знает. Ну и как-то вот. Ну вот выбрали его. Но я считаю, что мы не ошиблись. Ну а что в нем такого было? Вы же не за какой-то популярностью шли его. А вот что в нем такого было, что у вас привлекло, что именно он должен был? Ну и популярность в том числе. Ну как бы это тоже, ну как бы нельзя, ну то есть отметать. Так как у нас была концепция, что мы, ну как бы выстраиваем весь актерский состав под одну звезду. Ну то есть, ну главную роль должна была играть звезда. Ну вот. И, ну как, ну в принципе режиссер Максим уже как бы об этом говорил вслух, что сомнения были. То есть, ну как бы делали такую ставку, можно сказать. Ну рисковали. Но после первой смены, ну как бы все сомнения развеялись абсолютно. И Антон нас не подвел. Здесь еще какая-то тема была, что... Что Антон в сети, он производит такое впечатление, что он суперправильный, он никогда не матерится там ни в Инстаграме, нигде. Ведет какой-то очень закрытый социальный такой у него образ. И все привыкли его видеть там в юмористических ролях. Ну просто вот ребята с ним знакомы давно, и они знают, что он и хороший драматический исполнитель. И мы решили как раз это тоже попробовать и дать ему возможность, ну сценарий, да, дать ему возможность раскрыть себя с драматической больше роли, чем с комедийной, в которой он привык себя видеть. И он часто говорил такие темы, что ему сейчас в последнее время приходит сценарий, где он играет вот своего персонажа из «Внутри Лапенко». И ему очень надоели комедийные роли. И как раз этот сценарий стал для него некой отдушиной, где он мог себя попробовать и реализовать себя с точки зрения именно драматургии, драматичности. У нас, к сожалению, время закончилось уже минут 10 назад. Мы продолжаем с вами общаться, потому что действительно очень интересно много, не то чтобы вопросов к фильму, а вопросов, которые возникают, которые хочется обсуждать, о которых хочется говорить. За это вам отдельное спасибо. И я приглашаю всех к индивидуальным интервью, к индивидуальной беседе с нашими гостями Михаилом, Денисом. И передаю вас в руки своей коллеге Индустрии кино на индивидуальное интервью. Благодарю за участие в фестивале, желаю успешного проката и побольше призов, побольше зрителей, побольше интересных разговоров и добокатерапевтического эффекта. И даже если вы пару семей спасете, мне кажется, если люди начнут больше разговаривать друг с другом, увидев ваш фильм, это будет большая человеческая победа, не только человеческая. Спасибо.